Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами разбирать 10 главу Евангелия от Иоанна. И это опять очень важная глава. Вообще Иоанн каждую главу делает чрезвычайно важной. Итак, в чем важность 10 главы? Он цитирует то, как Иисус сам о себе говорит. И в этом чрезвычайно важность для нас. То есть мы видим, что Иисус сам думает о себе. В начале 10 главы он рассказывает притчу. Есть такой двор овчий, двор для овец, в котором содержатся овцы. И он рассказывает о том, как в этот двор можно войти. И он говорит, что в этот двор может войти только пастырь через ворота специальную. Есть калитка, через которую он входит. И это входит только настоящий пастырь. А вот всякие воры, всякие нехорошие люди, они перелазят через забор. И они перелазят, естественно, не для того, чтобы что-то сделать хорошее для овец. А для того, чтобы их украсть, убить и погубить. И когда он рассказал эту притчу людям, люди, естественно, опять ничего не поняли. И Иисус стал растолковывать. И он говорит, смотрите, вот есть такая загородка. Там, где содержатся овцы. Эта загородка, ну, я буду свое еще, так сказать, объяснение давать. Эта загородка существует для того, чтобы сохранить овец, сберечь их от волков, от всяких воров. Что имел в виду Иисус Христос, когда он рассказывал об этом овчем дворе? Мы понимаем с вами сегодня, что речь идет о церкви. То есть, вот этот овчий двор – это церковь Иисуса Христа. И в этой церкви есть определенная загородка. Где еще мы с вами встречаем символическое обозначение церкви? Когда мы говорим с вами о ковчеге, который построил Ной. Там тоже были стены, и стены были загородка. И мы с вами говорили, что означают стены в ковчеге. И говорили, что это закон, это Библия, это закон. И здесь то же самое. Учение Иисуса Христа является загородкой, которая показывает, где церковь Иисуса Христа находится и где ее уже нет. И вот в этой загородке существует определенная дверь. Иисус говорит, что это за дверь? Дверь – это я. То есть, чтобы войти в церковь, необходимо пройти через Иисуса Христа. Что это значит? Это значит, Иисусом Христом, Его вероучением, верой в Него мы можем войти в церковь. И он говорит, никто не может войти в эту церковь, как только через эту дверь. Через меня. Всякий, который входит через дверь, он является пастырем. Кто такой пастырь? Главным пастырем, говорит Иисус, являюсь я. Я являюсь пастырем добрым. То есть, что мы понимаем? Что есть вероучение, Новый Завет Иисуса Христа. Есть дверь Иисус Христос. Есть пастырь Иисус Христос. То есть, все Иисус Христос. Но Иисус назначает людей, потому что сейчас он ушел с земли, и он назначает людей быть пастырями здесь на земле. И пастыри бывают разные, он говорит. Пастыри бывают наемники, которые приходят в церковь служить за плату. И бывают добрые пастыри, которые приходят по призыву Иисуса Христа, по велению сердца. И вот это пастыри добрые. Чем они отличаются? Тем, что пастырь-наемник, он только служит за деньги. Есть деньги, он служит. Денег нет, он перестает служить. Прибежали волки, пришла какая-то опасность, он бросил стадо и ушел. В то время как пастырь добрый, пастырь, который приходит по велению сердца, он будет трудиться, даже если не будет никаких денег. Все равно он будет трудиться. Он будет защищать свое стадо даже до смерти. И он показал, что я главный пастырь. И посмотрите, я жизнь свою положил за свое стадо, за свою церковь. Когда приходит пастырь, пастух, ему предверник отворяет. Кто такой предверник? Предверник, здесь конкретно в этом случае, это Дух Святой. Дело в том, что вот эти загоны, если они не были слишком большие, они были в домах. То есть, был дом, в котором жили люди, и возле этого дома находилось большое поле, где находились овцы. И вот, когда приходил пастух, то был специальный человек, слуга, в этом доме, который отворял дверь для этого пастыря. И мы понимаем, что предверником, поскольку это не Иисус, является в церкви Дух Святой. Вот он отворяет вот эту дверь, дает нам возможность познать Иисуса Христа. Мы его познаем, мы приходим к вере в Иисуса Христа, и таким образом мы можем войти в церковь. Иисус Христос говорит, что он знает всех овец по имени. Вот это очень важный момент для нас. То есть, он здесь показывает, что люди в церкви не являются чужими Иисусу Христу. Он каждого знает по имени. Николай, Борис, Василий, каждого знает по имени. И для нас это большое ободрение. То есть, мы не какая-то масса непонятная для Иисуса Христа. Мы каждый ценен в его глазах и представляем для него большую ценность. И за каждого он готов положить свою жизнь. То есть, вот это очень важно. Он каждого знает по имени. Соответственно, мы знаем голос его, и он знает нас. Тоже очень важный момент. Он разговаривает с нами. Каким образом Иисус разговаривает с людьми? Далеко не всегда голосом. Некоторые говорят, что они слышат голос Иисуса Христа. Но, к сожалению, это не всегда безопасно. Потому что бесы тоже могут говорить. Эти люди, которые слышат голос бесов, творят ужасные вещи. Они идут, убивают. Они идут, насилуют. И потом, когда их спрашивают, почему вы это сделали, а у меня вот голос был в голове, который мне приказал кого-то убить. То есть, голосу в голове доверять нельзя. Это может быть и бес. Каким же образом мы слышим голос Иисуса Христа? Через его Писание. Через Библию. То есть, мы читаем Библию. Мы понимаем, как Иисус разговаривает. Что он хочет. Мы понимаем характер Иисуса Христа. На что Иисус способен. Что он никогда не будет делать. То есть, мы знакомимся с Иисусом Христом через Слово Божие, через Библию. И помогает нам в этом Дух Святой. Без Духа Святого, без Учителя, который нам дан здесь на земле, мы не сможем понять Писание. Поэтому они работают вдвоем. Иисус и Дух Святой. И вот, когда какой-то голос или кто-то нам что-то говорит, мы должны все это сравнивать с голосом Библии. И смотреть, если это противоречит Библии, ни в коем случае не идти за этим голосом и не выполнять то, что этот голос нам говорит. Это опасно. Потому что это, возможно, будут бесы, которые будут нас соблазнять или вести к какому-то преступлению, чтобы украсть, убить и погубить. Только хорошее знание Библии. То есть вот здесь еще раз, для чего нужно изучать Библию, для чего ее нужно постоянно читать, для чего нужно слушать служителей, для чего нужно слушать проповедников, чтобы познать Библию и услышать через это голос Иисуса Христа, познать природу Иисуса Христа, каков Он. Итак, овцы, написано, слушают голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. Откуда выводит? Из овечьего, вот этого загона, из овечьего двора. Куда он их выводит? В мир. Для чего пастух выводит овец из этого загона? Для того, чтобы они шли и питались в этом мире, чтобы они пили воду, чтобы они кушали травку. Но в этом мире, естественно, есть опасности. Есть волки, есть воры. И хороший пастырь, он защищает своих овец. Он их в этом мире защищает. Но этот мир необходим для людей. Невозможно вечно сидеть в церкви. Это невозможно, потому что мы живем в мире. Церковь нас защищает, но мы должны выходить из пределов церкви, чтобы идти в этот мир, нести Слово Божье и жить. Большая ошибка, когда люди говорят, что мы должны всегда оставаться в церкви. И вот монашество, по-моему, это неправильный подход людей. То есть они надеются, живя в монастыре, не выходя никуда, в этот мир, получить спасение, жизнь вечную и быть защищенными от всяких соблазнов и грехов. Но соблазн и грех может прийти куда угодно, даже в этот овечий двор, даже в монастырь. Иисус нам не говорил запирать себя в монастырях. Он говорил нам, что вы там должны побыть в церкви какое-то время, а потом выходить и идти за мной в мир. Более того, он интересную вещь говорит. Он говорит, когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. То есть он гоняет. Он просто идет впереди, и овцы идут за ним. Вот идеальная схема как раз церкви. Не насилием вести людей в лучший мир, скажем так, а люди должны самостоятельно, зная Иисуса Христа, зная Писание, добровольно идти за ним, потому что они любят Иисуса Христа, потому что они знают его, потому что они уже имеют опыт, что их пастырь добрый Иисус Христос их защитит, поможет им, выведет к добрым лугам, на хорошую травку, к хорошей воде. То есть они имеют этот опыт и следуют за ним. Вот в чем смысл Библии и веры христианской, веры в Иисуса Христа. Дальше написано, что за чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. О чем здесь идет речь? В этом мире полно всяческих лжеучений. И существует множество церквей, существует множество учений даже в христианстве. И человек, который хорошо знает Писание, не пойдет за лжеучителем, потому что он сразу услышит, что это неправда, что это вражеский голос. Но опять, для этого нужно хорошо знать Писание. Поэтому я еще раз вас призываю читать Писание, разбираться в нем, слушать голос Иисуса Христа из этого Писания. И тогда вы никогда не ошибетесь, никогда не попадете в опасность, никогда вас не обманут. Вы будете всегда идти за Иисусом Христом и пойдете в конце концов в Царствие Небесное, вслед за Ним. В девятом стихе Иисус говорит, «Я есть дверь, и кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет». То есть, он говорит, «Те, кто через меня входит в церковь, выходит из церкви, ходит в этом мире, они получат спасение, если будут входить через меня, через Иисуса Христа. Если каким-то другим путем, то, к сожалению, спасения не будет». Многие говорят, «Какая разница, каким образом мы пойдем к Богу? Есть же много всяких религий, есть много всяких учений, есть Будда, Кришна и так далее». Но Иисус говорит, что истинная дверь к Отцу и в Царстве Небесное это только через меня. Нет иной двери. И поэтому, когда люди надеются достичь спасения, нирваны достичь, какого-то просветления, идя другими путями и другими дверьми, они ошибаются, и, к сожалению, это лжеучителя их ведут, и в конце концов они упадут в яму, они не войдут в Царствие Небесное, погибнут. Это мы должны четко понимать. Об этом говорит сам Иисус. Далее он говорит в 10 стихе. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Итак, если нас зовут в другие пути, если нас призывают к другим религиям, если нам предлагают другие вероучения, мы должны понять, что это вор, который пытается нас отвратить от истинного учения, а он пришел, сам Иисус говорит, для того, чтобы украсть, убить и погубить. То есть это сатана. И мы не должны идти другими учениями. Мне постоянно предлагали, «Ой, пастор, смотри, вот тут какое интересное вероучение. Почитай, подумай. Ой, посмотри, пастор, в интернете есть вот такие вот учения, есть такие взгляды, есть такие». Я только начинаю смотреть или читать, и сразу у меня загорается такой красный огонек, такая лампочка предостережения. Это ложь, это лжеучение. И я сразу понимаю, что это чужой голос, что это голос вора, который желает меня убить и погубить. Поэтому знать Писание, знать вероучение, знать Иисуса Христа, знать его голос, чрезвычайно важно для каждого человека. Я есть пастор добрый. Пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Вот это он здесь сказал, но это подтвердил своей жизнью. Он действительно положил свою жизнь за нас, за свою церковь. А наемник не пастор, который овцы не свои, видит приходящего волка, оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. То есть, еще раз мы с вами должны понимать, что если мы пойдем вслед иных вероучений, вслед иных каких-то теорий, то, к сожалению, на нас набросятся волки, разгонят нас, и мы потеряем Иисуса Христа. Мы потеряем церковь, потеряем вероучение и спасение. К сожалению, это не всегда бывает стройное какое-то учение. Атеизм, когда уверяют, что Бога вообще нет, тоже является вероучением. И люди, которые говорят, да Бога нет, в конце концов, тоже теряются и пропадают и гибнут. В пятнадцатом стихе. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. То есть, он говорит, что у него есть отец, и он знает этого отца, и он имеет в виду, конечно, Бога, Творца и Создателя, Бога Отца, и говорит, что отец знает меня, мы оба знаем друг друга. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти, и они услышат голос мой, и будут одно стадо, и один пастырь. Он пророчествует о том, что язычники, хотя они не принадлежат израильскому народу, но тем не менее, они тоже услышат голос Иисуса Христа, и тоже придут, и будет одно стадо у Иисуса Христа, состоящее из иудеев и из язычников. Мы, язычники, очень рады, что у нас есть такая возможность, что Иисус нас не оставил, дал на возможность спасения и жизни вечной. И мы вместе с иудеями, которые примут Иисуса Христа или принимают Иисуса Христа, образуем единую церковь, мы войдем в одно, он говорит, место. То есть, иудеи и язычники не будут иметь два различных царства небесных, нет, они будут иметь одно единое царствие небесное, одного пастыря, одного Иисуса Христа и одного Бога Спасителя. Он тоже очень важную вещь говорит, о которой мало кто думает. А куда пойдут евреи, иудеи? Может, у них там свое какое-то место? Нет, говорит Иисус. Вместе составят единую церковь и вместе получат спасение. 17 стих. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ему. Имею вот это ключевое слово власть. Отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Мы знаем с вами, что никто из людей не имеет власти отдать свою жизнь просто так безнаказанно, по своей воле. Мы знаем, что все самоубийцы, они не попадают в Царствие Небесное. Иисус, поскольку Он является Творцом, Создателем, Он уже здесь себя объявляет Богом, Он говорит, что я, как Бог, имею власть отдавать свою жизнь и принимать ее. В чем отличие Бога Отца от Бога Сына? Бог Отец невозможно представить себе, чтобы Он отдал Себя, отдал свою жизнь за кого-то и умер. Это невозможно. Но Бог Сын Иисус, Он это продемонстрировал, что Он может это сделать. И Он действительно отдал свою жизнь добровольно, имея власть, имея выбор, имея свободную волю, Он свою жизнь отдал для спасения людей. И потом мы также видим, что Он не имел возможности, умерев, самостоятельно воскреснуть. Потому что, смотрите, здесь очень важное место. Власть имею принять. Очень важный момент. не создать новую жизнь в себе, а принять ту жизнь, которую дает Ему Отец, видимо, через Духа Святого. Тоже очень интересный момент, на котором мало христиане думают. То есть, Он имеет добровольно свободную возможность отдать свою жизнь, и Он это сделал, и Он имеет возможность, здесь сказано, принять от Бога Отца эту жизнь. но не самостоятельно возродиться. Важный момент. В этом отличие Бога Отца от Бога Сына. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. То есть, это очень важный момент. От этих слов опять произошла между иудеями расприя. Многие из них говорили, он одержим бесом, безумствует, что слушайте его, а другие говорят, как же он может быть безумен, если он совершает чудеса, которые не может совершить обычный человек. Разве бесы могут совершить такие чудеса? То есть, своими делами он показывает, он доказывает, что он не просто человек, а он бог. И ходил Иисус в храме в притворе Сламоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении, если ты Христос, скажи нам прямо. Христос имеется ввиду Мессия, Спаситель, и они ему наконец приперли и говорят, так, говори, ты Мессия, ты Спаситель, или как? Иисус отвечал на 25 стих, я сказал вам, то есть в предыдущих главах мы читаем, что он постоянно на самом деле говорил людям о том, что он не просто человек, что он Бог, и что он Мессия. И он им говорит, я сказал вам, и не верите. Тогда говорит, дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о мне. Если вы не верите мне по словам, посмотрите на мои дела. Я воскрешаю мертвых, я хожу по воде, я кормлю, размножая еду в огромных количествах, я исцеляю больных, я даю вероучение, которого никогда вы раньше не слышали, и так далее. То есть своими делами я свидетельствую о том, что я Бог, делами, не словами. Словами, конечно, любой может наговорить, что он Бог и кто угодно, но делами, докажите делами, что вы действительно тот, за кого вы себя выдаете. Он говорит, делами своими я доказал вам уже многократно, а вы мне не верите, но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. То есть, он говорит, ребята, вы не слушайте, вы не понимаете, вы не следуете за мной, потому что вы не мои овцы. Вы непонятно кто, вы не принадлежите моей церкви, поэтому вы не слышите, не слушаете, не понимаете того, что я вам говорю. И после этого он говорит вообще колоссально важную вещь. Это уникальная глава. Он говорит, я и отец одно. То есть, я и отец это то же самое. Отец мой бог, значит, я тоже бог. Мы можем не понять, мы можем сказать, да он не говорил здесь, что он бог, он просто сказал, что я и отец одно. Но евреи мгновенно поняли, что он сказал, я бог. 31 стих. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего. За какое из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему в ответ, не за добрые дела хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя богом. То есть, когда Иисус сказал, я и бог, отец одно, они сразу все поняли. Ты делаешь себя богом. Ты являешься человеком, ты родился в такой-то семье, ты не можешь быть богом, так поэтому ты богохульствуешь и за это нужно побить тебя камнями. Почему ты называешь себя богом? Вот люди говорят, где Иисус называет себя богом? Вот в этой десятой главе он называет себя богом. Он говорит, я и отец одно и то же. Он есть бог, и я тоже бог. Евреи поняли, хотели побить его за это камнями. И тогда Иисус говорит очень интересную вещь. Он отвечал, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Если он называл богами тех, которым было слово божье, и не может тому ли кого отец осветил и послал в мир, вы говорите богохольствуешь, потому что я сказал, я сын божий. О чем он говорит, на что он ссылается? Он ссылается на псалмы. Псалом 81, 6 стих и так далее, там сказано, что бог, обращаясь к кому? Бог, обращаясь к судьям, которые судили народ божий от имени бога. И он ему говорит, вы боги. Почему вы боги? Потому что вы представители мои, вы судите так, как я должен судить. И он их обличает. Он говорит, но вы не судите так, как положено. Вы неправильные судьи, и за это вы будете наказаны, потому что вы не представляете меня, вы представляете свои интересы, свою корысть, и поэтому вы погибнете, как обычные люди. То есть он обращается к людям и называет их богами. Боги с маленькой буквы, потому что это просто судьи, судящие от имени бога. И он говорит, я сын божий, за что вы хотите меня убить? Если я не творю дел отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что отец во мне, и я в нем. Отец во мне, и я в нем. То есть понятно, что человек просто так не может быть в Боге. Я сын Божий, который был рожден в недре отчим и всегда пребываю в отце. А отец пребывает во мне. И вот опять же он говорит, я Бог. Мы, может быть, этого не понимаем, но евреи опять четко поняли, что он называет себя Богом. Тогда 39 стих опять искали схватить его, потому что он богохульствовал, он называл себя Богом, но он уклонился от рук их. Иисус легко уклонялся от людей, когда он этого хотел. И, собственно говоря, в этом ошибся Иуда. Он видел, как Иисус легко уходит от людей, что они не могут его побить камнями, не могут его схватить, если он не хочет. Поэтому, собственно говоря, он так спокойно привел первосвященников, священников, привел к Иисусу Христу, поцеловал его, потому что он знал, что Иисус легко уходил всегда до этого от людей, если не хотел. И поэтому, когда первосвященники его схватили, начали избивать, унижать, оскорблять, он был в шоке. И он решил, что он ошибся. И он просто хорошего человека вот так вот предал. Он решил, что Иисус все-таки не Бог. А для чего он это сделал? Чтобы Иисус доказал на деле, вот он говорит, по делам моим, чтобы он делом доказал, что он Бог. И чтобы все в конце концов покаялись, пришли к нему, поклонились, и пришло Царствие Божие на землю, и посадил всех своих учеников по правую, по левую сторону, и они бы заняли вот эти почетные места. Иуда тоже мечтал о почетном месте. Он считал, что если он спровоцирует Иисуса Христа, Иисус Христос откроется Богом, и вот тут придет тысячелетнее царство Иисуса Христа вместе со своим народом. Но у Иисуса были совершенно другие планы, и он позволил себя схватить, он позволил себя убить, он отдал свою жизнь, потому что это было необходимо для того, чтобы спасти людей, чтобы внести выкуп за грешных людей, которые сделали неправильный выбор, и которые согрешали всю свою жизнь. Иисус не должен был это сделать, это была его миссия, и он это сделал. Иуда опять его не понял, и сам добровольно пошел и повесился, и в результате он попал не в Царствие Небесное, он сам отдал свою жизнь без воли Божьей, ни один человек не может отдать свою жизнь без воли Божьей, и поэтому он попал, к сожалению, не в Царствие Небесное, а в ад. И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему, говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в Него. То есть, Иоанн еще раз помог Иисусу Христу в конце концов рассказать о себе, показать себя, и он выпрямил пути, и все люди, которые были предрасположены принять Его, приняли, спаслись, и получили спасение и жизнь вечную. Слава Богу, давайте прославим нашего Господа.